Всем доброе утро! Мы снова с вами и сегодня мы опять в дороге. Куда мы едем? Мы едем в горы. Почему в горы? Потому что лучше гор есть только горы. На самом деле у нас сегодня поездка на горы Кармель. Каждый год мы стараемся в это время туда попасть, потому что цветение, красиво, плюс очень комфортная погода. Ну и самое главное в конце нашего путешествия это пикничок. Вместе со мной, как всегда, моя любимая жена Мариша, а Виталичка и наш Вейс, который привезет нас обязательно туда ехать. Нам 85 километров, 59 минут еще осталось. Надеюсь, все так и будет. Сегодня суббота, поэтому пробок нет. Перед нами Тель-Авив. Мы сейчас его приезжаем. Очень красиво, индустриально. Видите, вот такие вот здания у нас здесь. И встретимся у подножия гор. Поехали. Итак, мы приехали к подножию гор Кармель. Вот они перед нами. Вот такая красота. Воздух безумно чистый, безумно приятный. Сейчас мы поедем по этим серпантинам вверх, на самый верх. И будем там отдыхать. Посмотрите, какая красота у нас здесь сверху. Вот такие вот горы. Вот такие вот пещеры в них. Очень все впечатляет. Небо как раз в облаках, в тучках. И это мне позволит, наверное, полетать с дрончиком. И сделать тоже красивые кадры. Друг, откуда ни возьмись, появляется Феррари. Охренеть не надо. Сегодня день прошел не зря. Итак, посмотрите. Вот в эти ворота мы сейчас заходим. И идем вперед для того, чтобы посмотреть на эти удивительно красивые места. Марина, Виталь, вы готовы к походу? Да. Ну, это такой чисто символический, конечно, поход. Но, во всяком случае, здесь пока я вижу красиво, интересно. И достаточно приятная такая тропинка, по которой можно идти. Вединосусалин. Вединосусалин, говорит Марина. Вот такие вот ягоды здесь растут. Даже не знаю, какие. Пробовать мы их, конечно, не будем. Ну, надеюсь, эта дорожка нас приведет к красивым лугам, полям, лесам. Вот, посмотри, какие цветочки там. Вот такого типа, вот такой типа израильский лес сейчас перед нами. Есть две дорожки. Одна сюда, одна сюда, но мы пойдем по этой. Ну, красиво. Главное, сильно не спускаться, для того, чтобы потом не подниматься. Ай, воздух безумно приятный. Градусов 15 сейчас температура. Все комфортно. Вот такие вот здесь пейзажи горные. И дорожка нас ведет куда-то вниз. Мы вышли вот на такую полянку. Видите, вот это вот следы от диких кабанов. Здесь очень много диких кабанов. Надеюсь, встретиться с нами им не придется или нам с ними. Ну-ка, давай глянем, что там. Мы вышли вот в такое место. Здесь камни вниз. И вот такой вот красивый пейзаж перед нами. Вот такие вот ели. И что самое приятное, тишина. Вот та дорога, по которой мы сюда приехали, кстати. Выглянуло солнышко. Скоро я достану свой дрон. Полетаю, покажу вам эту красоту. А Виталь вон одевает кофточку, потому что ей стало холодно. О, и наши любимые анеомы. Марин, ты нашла анеомы? Ну, все. А Виталь, цветочки. Вот такие вот шишки. Прошлую субботу мы ездили смотреть на поля этих анеомов. А вот здесь они растут такие красивые. Вот как раз под ногами. Там вот люди сидят, тоже отдыхают. Слушай, а здесь вон есть масло. И пошли помаслили. Какое масло? А вот эти камни, видишь, это сильно не ныто. Марина нашла здесь тропинку. Надеюсь, она нас куда-нибудь приведет. Да, ну здесь гулять, конечно, очень прикольно. Земля сыроватая, поэтому немножко скользко. Хотя я делал свои тимберленды походные. Смотри, если мы сейчас сильно спустимся вниз, ты потом подниматься наверх будешь. Нагуляем, аппетит. Так, сейчас мы заходим в какое-то странное место. Интересно, куда нас эта тропинка приведет. Осторожно, здесь очень скользко. Здесь все в глине. Мы хорошо так спустились вниз. Да, в Израиле природа, конечно, очень красивая. А, вот эта тропинка, она ведет куда-то туда. Ну вот камешек же показывает эту тропинку. Да. Походники мы еще те. Сейчас дикий кабан откуда-нибудь выскочит. И съест-то Виталь. Виталь, есть нечего там одни кости. Прикольно. Какой-то час езды от мегаполиса, и мы в такой первозданной природе гуляем. Да, мы попали в какие-то дебри. Хорошо, что здесь есть тропинка, которая нам показывает, куда идти. Иначе даже не знаю, что бы там было. Ну-ка, там впереди какое-то просветление. И это уже приятно. Вот здесь что-то типа полянки. Ой, прикольно. Главное, какой воздух чистый. И тишина. Просто сумасшествие, да, и тишина. Вот так вот мы спустились где-то километра на полтора. Мы пришли вот к такой полянке, решили спуститься немножко вниз и посмотреть, что там есть. Вот такие вот колючки везде растут. И везде аниомы. Посмотри, здесь их полно тоже. Какие-то птички странные. Вот видите, это вверх. А пришли мы откуда-то оттуда. Где-то здесь летает дрон. Скоро мы нашего запустим. Я думал, мы здесь одни, но вот люди тоже идут. А это те, с которыми мы встречались в начале пути. Надо было кофе взять. Марина увидела камушек и решила сделать привал. Все. На этом наше путешествие закончено. Я решил запустить дрон и показать вам это место сверху. Надеюсь, будет интересно. Сейчас разворачиваемся и полетели. Субтитры создавал DimaTorzok Ищет Береги. Редактор субтитров А.Семкин Ищет Береги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот мы замечательно полетали. Вы посмотрели окрестностях, в которых мы находимся. А сейчас мы пойдем в машину для того, чтобы попить кофе. И продолжим нашу прогулку. Пойдем мы вот по той же тропинке, по которой сюда пришли. Надеюсь, не заблудимся. Мы идем к машине в Израиле. Вот такими вот флажочками показывают, куда идти. Это специальное обозначение для людей, чтобы они не заблудились. Все-таки в горку подниматься. Это не по ровной дорожке идти. Ну, спорт. Гоняем аппетит. Всякие кустики деревца здесь отличаются от тех, которые мы привыкли видеть в обычной жизни. Они здесь приспособлены именно вот к этому климату. Как вы себя чувствуете, девочки? Путешественницы. А Виталь устала. Она еще не пошла, она уже устала. Но это нормально. В этом возрасте все дети так. В этом возрасте кроме тиктока, инстаграма больше ничего не видно. Ну, тикток, инстаграм тоже должен быть. Расскажи мне, когда ты была маленькая девочка, у тебя, наверное, тоже были какие-то тиктоки, инстаграмы? Или нет? В моем возрасте, когда я была маленькая девочка. Так вот, я вам открою тайну. Когда не было инстаграмов и тиктоков, у нас были другие интересы. И лучше о них промолчать. Вот так вот, как-то так. А мы продолжаем наш путь. Вот по таким камушкам. Здесь очень скользко, осторожно. Здесь все в глине. Да, Виталь в телефоне, даже когда идет. Вот это вот, вот это вот круто. Виталь. Вот даже мох. Возрали есть мох. Кто говорил, что его здесь нет. И слава богу, мы вышли на эту полянку, которую мы увидели одной из первых, когда пришли сюда. О, полянка. Иди принеси кофе, мы здесь тебя подожди. Но у меня цель одна, кофе, да. У нас в машине термос кофе. И это супер замечательный стимул для того, чтобы идти побыстрее. Вот тоже все поле в маках, в анеомах. Выучил это слово наконец-то. А то мне в комментариях написали, это не маки, это анеомы. И это очень важно. Окей. Пусть будут анеомы. Вот такое вот дерево красивое. Диких кабанов пока не встретили. Мы здесь положим тебя подождем. Зачем? Отвыкли девушки ходить. Ну так слышишь, есть разница между лесом и кулинарными походами. Марина резко захотела сходить в какой-нибудь ресторанчик и сделать обзор. в какой-нибудь очередной кухне. Я тоже. Но нет. Нет, девочки, сегодня у нас природа. Максимум, что вы у меня получите, это по стаканчику кофе. И кола. Кола, ну пожалуйста, кола есть, да. Вот так, шутками, прибаутками, еще пять километров, и мы придем к машине. Еще одна полянка. Что-то их много появилось вдруг. Да, вот, посмотри, поляночка. Марин, здесь есть вот подъем и спуск. Что ты выбираешь? Спуск туда. Туда, правильно, а Виталь, правильно. Один я в этой толпе оказался выносливый. И могу идти не бесконечно, но долго. Очередной подъем, но нас этим не испугаешь. Вот этот вход, и одновременно выход, из которого мы сейчас выйдем, и пойдем к машине пить кофе. Пожалуйста, девочки, только после вас. Какой джентльмен. О, а Виталь выучила новое слово на русском языке. Скажи еще раз. Какой джентльмен. Я джентльмен. И это важно. Долгожданный момент кофе. Вот мы его и дождались. А Виталь, таки будь ты нам здоровенько. С колой. Ой, божественный вкус. А сейчас мы поехали к следующей точке нашего путешествия. Там же мы сделаем небольшой пикничок. Надеюсь, Марина меня не заставит больше так далеко ходить. Вот такой красивый столик ждет нас в этом шикарном, роскошном месте. Кстати, мы уже за этим столиком были, да? Он нас ждал. Вот здесь машина. А Виталь, который несет водичку. Но это не питьевая вода. Это для того, чтобы руки мыть. И в мангал залить не забыл. Здесь вот такая красивая лужайка. Все цветет, все красиво. Супер, супер замечательно. Вот так. Ну, а сегодня, как всегда, мангальчик, пикничок. Все как всегда. Ничего нового. А сейчас немножко мыслей вслух. Пока наши крылышки на огне, на мангале, я вот сижу такой, кайфую. И думаю о том, что вот такие вот поездки, они очень хорошо сплочают семьи. Люди целую неделю работают, дети в школах, не видят друг друга. И когда в шаббат, в субботу люди выезжают вот на такие пикники, на такие прогулки, это дает возможность семье быть более сплоченной. Так что я вам советую лайфхак от меня. Если у вас в семье какие-то проблемы, берите семью и едьте на природу. Гуляйте, кайфуете. У Марины такой взгляд сейчас был, если бы вы видели. Не, ну у нас на самом деле, она не поняла. Это я просто мысли вслух свои говорю. На самом деле это просто мысли вслух. У нас дома все, слава богу, хорошо, приятно. Вот как на этом мангале. Видите, какая корочка получается, крылышко. Все супер, замечательно. А Виталь, ты любишь такие поездки? Расскажи, как ты их любишь? Поговори немножко со зрителями. Они тебя очень любят, кстати. Многие спрашивают про тебя. Ты любишь такие поездки, которые мы делаем? Очень любишь. А почему ты их любишь, расскажи. Можно поговорить с... С телефоном, с тиктоком. Можно посидеть в сад, пообщаться. Попущаться. Да, молодец. Более быть семьей. Больше быть семьей. Правильно, Виталечка. Больше быть семьей. Умная девочка. Вот видите, даже дети. Что ты говоришь? Дать фотки вместе. И даже пофотографироваться вместе. А вот такие вот крылышки замечательные у нас получаются. Мне нравится отдыхать в этом парке. Здесь вот такие вот столики. Стояночки для машин. И вроде бы много людей. Но люди друг другу не мешают. И это очень приятно. Вот посмотрите, там вдалеке тоже какая-то компашка собралась. Здесь слева тоже. Здесь, если кто-то приезжает, нет столов свободных, может поставить свой столик и тоже посидеть отдохнуть. Ну и плюс виды. Виды здесь, конечно, очень красивые. А Виталь, стало холодно, она одела маме на пальто. Маме тоже стало холодно, она одела мою куртку. А мне очень даже хорошо. Вчера вот эту вот штуку от ветра я весь вечер искал. А нашел сейчас здесь, там где лежит у меня мангал. Вот голова. Итак, мы хорошо провели здесь время. Спасибо этому месту, спасибо этому лесу. Спасибо Марисе, а Виталичке, которые составили нам сегодня хорошую компанию. А мы поедем домой. Потому что впереди рабочая неделя. И надо к ней подготовиться. То есть отдохнуть. Всем пока. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте подписаться на канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok